В четырех населенных пунктах новокомиссаровского направления 555 домов и 1155 жителей. Здесь работает школа. Детей дошкольного возраста на спецтранспорте возят в детский сад соседнего села Красный Виноградарь. Большая часть сельчан занята сельхозпроизводством. Как сказал глава района, в этом году перед руководителями сельхозпредприятий поставлена задача возрождения овощеводства. А это значит, у них появится дополнительная возможность трудоустроиться. Переработку мы планируем запустить на заводе «Суворовка». Там сейчас поменялся собственник, он берет обязательство на себя установить новое оборудование по переработке. И будет замкнутый цикл выращивания, уборка, завод перерабатывает. И мы с городом Чехов, это Подмосковье, заключили договор о дружбе и сотрудничестве. Они пристали свои объемы продукции, что им нужно. Предлагают свой рынок сбыта. Кроме этого, к концу года должен вступить в силу закон о паях, сообщил замначальника районного управления сельского хозяйства. И каждый их обладатель получит свои проценты. В соответствии с законом будут выплачиваться дивиденды на ваш пай земельный, но не имущественный. Сейчас еще раз проведется перерегистрация, еще раз уточняются эти списки, составятся реестры. В соответствии с этими реестрами вы в конце, я думаю, уже к этому году, вместе с вами, что уже получите какие-то дивиденды на ваш пай. Говорили на сходе и о дорогах. Они в селах Гравины. Подсыпка не проводилась давно и после дождя ездить по ним уже невозможно. Больной вопрос в вашем районе – это вопрос новой кошницы, подъездной кошницы, или как вы ее называете, Владимировка. Мы восстановили водоотвод полностью, выкорчевали деревья, которые росли там в кюветах. Сейчас подготовили полностью 2-200 этих километров для того, чтобы туда завести материал. Думаю, что во втором квартале там предусмотрена тоже программа, вот этот участок на сумму 350 тысяч. И мы думаем, что в ближайшее время мы приступим к работам. Планируется в селах новокомиссаровского направления и замена одного километра электросетей, в том числе и несущих опор. Пока же задача энергетиков – капитальный ремонт двух трансформаторных подстанций, говорили на собрании. Это позволит свести к минимуму число отключений электроэнергии во времени погоды. Выделить штатную единицу электриками наше село. Я каждый день закрою школу, и на каждом уроке мне страшно смотреть, потому что школа с 1920 года. При каждой приемке школы мне предъявляют претензии, что у меня плохая проводка. Штатной единицы не будет. Что я могу порекомендовать в этом случае? У вас будет местный бюджет, у вас есть много прекрасных, хороших специалистов своих. Из своего местного бюджета, который вы собираетесь, единый сбор 113 рублей, вы можете выделять только единовременно, когда необходимо сделать какой-то ремонт за один раз и выполнить работу. Содержать его в штате нецелесообразно. Еще один важный вопрос – водоснабжение. Для половины сельчан единственным источником воды до сих пор служат колодцы. По словам директора УВКХ, строительство водопровода в этих селах запланировано уже на следующий год. Анжела Каранчук и Виктор Миличук, Первый Приднестровский телеканал.